Это Евгений Пригожин. Его называют поваром Путина, а также связывают с так называемой ЧВК Вагнера. 24 апреля прошлого года в сопровождении двух бойцов-вагнеровцев он прилетел в Хартум, столицу Африканского Судана. А это личный борт Евгения Пригожина – Хоукер 800 XP, регистрационный номер МВИТА. И последние два года он летает на Ближний Восток и в Африку почти как регулярный пассажирский рейс. Например, 15 декабря 2018 года он вылетел из Берлина, сделал остановку в Ливане, в тот же день отправился в Судан, а потом в Кению. На борту находились пять человек. Был ли среди них сам Пригожин, а также какова цель поездки, правительство Кении отказалось рассказать. Через три дня МВИТА уже с семью пассажирами отправился из Кении в ЧАД. А 23 декабря с остановкой в Бейруте вернулся в Москву. Новая газета проанализировала перелеты бизнес-джета Пригожина, и вот его маршрутная карта. Начиная с декабря 2016 года самолет почти каждый месяц вылетал в Ливан. Там он не задерживался и через несколько часов отправлялся в куда более экзотические места. 21 раз за пару лет МВИТА появился, то есть выключил транспондер или вылетел из отслеживаемой зоны, в небе над Сирией, где гражданской авиации почти нет. Компании, аффилированные с Пригожиным, кормят российскую армию, часть которой находится в Сирии. А группа «Вагнера», которую СМИ связывают с кремлевским поваром, начиная с 2017 года, освобождает и охраняет нефтяные и газовые месторождения. Четверть доходов от добычи углеводородов получает не чужая Пригожину компания. Помимо Сирии, самолет Пригожина летает и в Африку. Первый раз в небе над континентом МВИТА был замечен 10 ноября 2017 года. Через месяц после этого полета Москва получила от ООН разрешение на отправку оружия и инструкторов в Центральноафриканскую республику. Даже пока вся страна была на новогодних каникулах, самолет повара Путина курсировал по одному маршруту – Россия, Ливан, Африка. Зачем частному борту Пригожина так часто туда летать? Возможно, ответ содержится в соглашении, заключенном осенью 2017 года между правительственными структурами ЦАР и петербургской компанией «М-Инвест», связанной с Евгением Пригожиным. Компания получила право на разработку месторождения алмазов в префектуре Верхнее Котто. Российская сторона может платить только наличными, а доставлять деньги должна частным самолетам. Всего, по данным расследования агентства «Блумберг», интересы России в Африке затрагивают 10 африканских государств. Издание утверждает, что структуры, связанные с Пригожиным, работают или скоро начнут во всех этих странах. Читайте полное расследование на сайте Новой газеты.